К состязаниям в Якутске спортсмены готовились два месяца. От Айхала в команде сборной КСК играли два юных футболиста – Максим Матвеев и Григорий Ермолаев. Они заняли второе место. Участники второй команды – вратарь Андрей Полькин, опорный защитник Максим Томилов, форвард Андрей Филимонов и полузащитник Эдуард Фомин – также вернулись в Айхал серебряными призерами со счетом 3-2. Своей победой ребята довольны, однако после игры выводы сделали. Теперь на тренировках они отрабатывают тактику обороны. Ну, я считаю, что у нас команда сильная. Игры были не очень серьезные. У нас были, ну, слабые команды. Первая игра у нас 8-0, вторая 8-0, еще одна 10-0, потом 8-0. Ну, как бы не видел смысла в этих играх. А последнюю игру в финале, ну, было сложно. Ну, как бы могли выиграть, если постарались бы. Ребята осваивают футбольные премудрости в спортивно-оздоровительном комплексе «Алмаз». В секции тренируются спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет. Требования к ним строгие. Соблюдение здорового образа жизни, умение работать в команде, физическая подготовка и, самое главное, желание. Я занимаюсь 8 лет. Меня сначала дед сюда привел, потом мне самому понравилось. Я начал продолжать заниматься футболом. В 2010 году произошло объединение спортивных комплексов «Айхала» и «Мирного». Новые сборные стали достойными соперниками командам из Якутска на первенстве республики по футболу среди юношей. «Айхальские футболисты отличаются хорошей физической подготовкой. В общем-то, у нас традиция такая. И в этом году у нас еще два чемпиона республики. Это весной стали в составе тоже сборной КСК. Это Томилов Максим и Полькин Андрей по мини-футболу. Также по мини-футболу у нас второе место заняла команда старших ребят. Это 2000-2001 год рождения. Чисто ездили с «Айхальскими спортсменами». Но мы тоже объединялись, брали игроков с города Мирного. Ранее юные футболисты «Айхала» в составе сборной команды КСК неоднократно становились призерами соревнований. Сейчас они готовятся к играм, которые пройдут в Мирном в декабре этого года. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».